В эфире «Наше время» в студии Анна Ниченко. Здравствуйте. Далее о главных событиях воскресенья. Ракетами по базе отдыха российские войска обстреляли Харьковскую область. Есть раненые и погибшие. Среди них беременная. Репортаж с места теракта. Вот, можете увидеть. Это обломок от ракеты. Характерный признак. Это зеленый цвет. Это обломок от ракеты «Искандер-М». В РФ цены на бензин растут, а доходы от экспорта падают. Удары беспилотников по российским НПЗ и санкции в отношении страны-агрессора действуют. Вертолет с президентом Ирана потерпел крушение в горах. В каком состоянии, Ибрахим Раиси, неизвестно. Продолжается поисковая операция. Они убежали от обстрелов и отказались работать на захватчиков. Более 300 врачей и медсестер устроились в одну из больниц Днепра, чтобы спасать людей. У нас разбила балкон и тогда поняла, что что-то надо делать. Потому что жизнь важнее, чем все то имущество, которое имеешь. Шесть человек погибли, в том числе женщина на седьмом месяце беременности. 27 получили ранения разной степени тяжести. Такие последствия удара российской армии по базе отдыха в пригороде Харькова. Тактикой двойного удара российские оккупанты атаковали мирных двумя ракетами «Искандер-М». Во время повторного обстрела ранение на месте получил сотрудник полиции, фельдшер и водитель скорой помощи. Репортаж с места трагедии Наталья Белокудри. Удар по базе отдыха в пригороде Харькова российские войска совершили в 11 утра. Две ракеты «Искандер-М» были выпущены с территории Белгородской области. Вот, можете увидеть. Это обломок от ракеты. Характерный признак – это зеленый цвет, это обломок от ракеты «Искандер-М». Именно этими ракетами сегодня военные Российской Федерации совершили обстрел базы отдыха в поселке Черкасская Лозовая. Здесь были люди, которые отдыхали. Сегодня воскресенье. Большинство из них – это харьковчане, потому что комплекс находится возле города Харькова. На месте сразу погибло пятеро человек. Четверо мужчины и одна женщина, которая находилась на седьмом месяце беременности. Чуть позже еще один человек скончался в больнице. Всего погибших шестеро. Наталья живет рядом с базой отдыха. Она была одной из первых, кто начал оказывать помощь пострадавшим. То, что она увидела, не может передать без слез. Я в тапочках побегла туда. Я в тапочках туда побежала. Я не понимала, где девочка беременная. Она лежит мертвая. Там мужчины, их четверо, лежат мертвые. Я думала, им еще сразу все. Тогда пульс. А пульса не было. У одного нога оторвана. Это ужас. Здесь никого на данный момент не было. Никого из военных не было. Все только мирное население. За что это? По данным областной прокуратуры, ранения разной степени тяжести получили 27 человек. По словам главы Харьковской ОВА Олега Сенегубова, среди пострадавших восьмилетний ребенок с легкими телесными повреждениями. Восемь раненых находятся в тяжелом состоянии. Ворог засосовал тактику. Противник применил тактику двойных ударов. То есть перерыв между первым и вторым ударом был примерно 10 минут. Это для того, чтобы нанести поражение нашим гражданским службам. Российские войска целенаправленно выжидали, чтобы убить как можно больше людей. Тактику двойных ударов в Харьковской области они применяли неоднократно, сообщили в полиции. Наш пивробитник отримал осколковое поранение. Наш сотрудник получил осколочное ранение. Состояние оценивается врачами как легкое. Также осколочное ранение получил фельдшер службы 103. Они прибыли одновременно с полицией. Как всегда, полиция с ГСЧС и неотложкой прибывает почти одновременно. Так было и в этот раз. От повторного удара также погибли и гражданские. Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования родственникам погибших и пострадавших после удара. Также он подчеркнул, мир может это остановить. Мир может остановить российский террор. И для этого дефицит политической воли лидеров должен быть преодолен. Два патриота для Харькова принципиально изменяют ситуацию. Системы ПВО для других наших городов и достаточный объем поддержки наших воинов на передовой обеспечат проигрыш российского террора. Владимир Зеленский, президент Украины. В Телеграм. По данным офиса генерального прокурора Украины, ближе к вечеру стало известно о ранениях двух полицейских. На данный момент судьба одного из сотрудников базы отдыха до сих пор неизвестна. Спасательная операция на месте атаки продолжается. Идет разбор завалов. Количество жертв может увеличиться. Ликвидация последствий российских ударов и ситуация на линии фронта – это две главные темы обращения президента Украины Владимира Зеленского. Далее прямая речь. Первоочередное наше внимание всем районам боевых действий, всей линии защиты. Был доклад главкома. Генерал Сырский как раз на передовой, непосредственно в наших боевых бригадах. Результаты этих дней. Все недели. У нас есть более крепкие позиции в Харьковской области. 57-я бригада. 82-я бригада Дышевы. Спасибо вам, воины. И при этом наши силы достаточно эффективно уничтожают оккупанта на донецких направлениях, в частности, в районах города Часов-Яр и других. Собственно, оккупант не достигает своей задачи – растянуть наши силы и этим ослабить Украину на широком фронте от Харьковской области до Донецкой. Я благодарю каждого нашего солдата, каждого сержанта, каждого офицера, которые достаточно смело и стойко выполняют боевые приказы и сохраняют наши позиции. И подробнее о ситуации на линии фронта смотрите в сводке Генерального штаба ВСУ. Более 90 боевых столкновений произошло на фронте в течение суток. Российские оккупанты снова активизировали свои штурмы на Харьковском направлении после небольшого затишья, сообщает в Генштабе ВСУ. Украинские военные держат оборону и контратакуют на отдельных участках. Бои интенсивные с нашей стороны. Это проведение стратегической операции оборонной с активными действиями, то есть проводится контратак. Также российские войска не продвинулись ни на одном направлении в Харьковской области, констатируют в Американском институте изучения войны. А в Генштабе ВСУ подчеркнули, что украинские воины смогли осуществить ряд активных штурмовых действий и улучшить тактическое положение. В частности, Сила обороны пытается вытеснить противника по направлению к населенному пункту Глубокое и в районе Волчанска. На текущий момент принципиально важно или они смогут собрать такого рода силы и начать второй этап наступательных действий, о котором говорил президент, это конец мая-июнь. Или же мы успеем, сконцентрировая свои оборонительные резервы, сформировать систему обороны, чтобы сорвать эти наступательные действия. В Генштабе ВСУ назвали два направления фронта, где идут самые трудные бои. Речь о северском и покровском направлениях. Армия РФ безуспешно пыталась штурмовать на этих участках фронта. Воины ВСУ наносят российским оккупантам ощутимые потери, активно применяют средства огневого поражения по живой силе и технике противника. Задача была поставлена. В период, так сказать, отвлечения наших сил и средств начать очень мощное наступление на покровское направление, захватить второго сектора, это Часовьяр, и двигаться полнокровно с двух стратегических направлений по захвату Донецкой области. Ну, не так вышло, как планировал противник. Мы эти планы знали. В свою очередь бойцы 47-й отдельной механизированной бригады «Магура» отбили российский штурм на покровском направлении. Россияне пытались штурмовать с помощью двух БМП и танка, но их вовремя увидели аэроразведчики. Артиллеристы во взаимодействии с операторами ФПВ дронов остановили наступление и уничтожили российскую технику. Также у армии РФ серьезные проблемы с логистикой, предполагают украинские партизаны. Об этом свидетельствует тот факт, что россияне до сих пор не вывезли металлолом после удара по аэродрому в Джанкое в середине апреля. Агент «Атэш» установил, что ВС РФ так и не приступили к вывозу металлолома С-400, которые были повреждены ударом ВСУ. Обломки оборудования остаются на территории аэродрома, что свидетельствует о возможных проблемах с логистикой и управлением ресурсами противника. Из сообщения партизанского движения «Атэш». Тем временем в сети появились спутниковые снимки последствий атаки на порт РФ в Новороссийске. На фото видно следы пожара на территории морского торгового порта и повреждения как минимум одного резервуара. А уже этой ночью воздушные силы ВСУ уничтожили модифицированный российский морской тральщик «Ковровец». Как сообщается, он был пришвартован в Севастопольской бухте. От советских предшественников «Ковровец-266М» отличался обновленным оборудованием по поиску и уничтожению мин, а также пониженным акустическим полем, что позволяло ему быть менее заметным для радаров. О судьбе экипажа, а это почти 70 человек, ничего не известно. Кроме того, Силы обороны Украины ликвидировали 10 тысяч российских оккупантов всего за неделю. Также украинским защитникам удалось сбить 4 самолета и 1 вертолет, сообщают в сухопутных войсках ВСУ. Общие же потери армии РФ с 24 февраля 2022 года превысили 492 тысячи военных. За сутки были ликвидированы еще 1210 российских оккупантов. Также украинские защитники за сутки уничтожили 16 танков, 35 бронемашин, 48 артсистем 3 РСЗО и 2 системы ПВО. Кроме этого, Силы обороны сбили 37 БПЛА, одну крылатую ракету и уничтожили более 80 единиц автомобильной, спецтехники и цистерн россиян. Украинские пилоты и артиллеристы проходят обучение во Франции. Французский генштаб опубликовал соответствующие фототренировок. Авиация готовит украинских летчиков-истребителей, а сухопутные войска обеспечивают специальную подготовку украинских военных, в частности в области артиллерии. Страны Североатлантического альянса обсуждают отправку военных инструкторов в Украину. Как пишет The New York Times, НАТО может начать обучать военнослужащих ВСУ на украинской территории. Такую инициативу поддерживает президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, это ускорит процесс подготовки украинских военных, а также станет примером для других союзников Киева. Детальнее в материале. Союзники по НАТО могут отправить в Украину своих военных. По информации The New York Times, украинские официальные лица обратились к западным партнерам с просьбой помочь в обучении 150 тысяч солдат ближе к линии фронта. И продвижение в этом вопросе уже есть. До сих пор Соединенные Штаты отвечали отказом, но генерал Чарльз Куинтон Браун-младший, председатель Объединенного комитета начальников штабов, заявил, что развертывание инструкторов НАТО представляется неизбежным. Из публикации издания The New York Times. Хорошо, что начались разговоры, там, где их раньше никогда не было. Без разговора говорили, что никаких войск, ничего такого не будет. Начались разговоры, окно Авертона открылось, и вот мы, согласно концепции этого окна Авертона, идем по восходящему. То есть мы начали от того, что совершенно вообще невозможно, перешли в разряд радикального, затем в разряд обсуждаемого, а теперь в разряд того, что, в общем-то, уже многие принимают и готовы уже на самом деле об этом говорить. То есть это стало трендом. Если иностранные инструкторы будут обучать украинских военных в Украине, то это ускорит их подготовку, считает президент Украины. Кроме того, по мнению Владимира Зеленского, после такого шага откроются и новые варианты сотрудничества в военной сфере. Тренировка в Украине логична. Мы об этом уже говорили. Это быстрее, чем ехать, например, во Францию или даже в Польшу, а потом сотрудничество по разминированию. Можно сделать хаб по ремонту французской же, например, техники прямо в Украине, чтобы не отправлять это во Францию. Я на это смотрю очень положительно, скажу честно. Все это могло бы быть шагом, который подтолкнул бы и другие страны. То есть это открывает какую-то новую страницу в этой войне. Владимир Зеленский, президент Украины, на встрече с журналистами. Среди тех, кто готов рассмотреть отправку своего военного контингента на территорию Украины – Швеция. Министр обороны страны Пол Йонсон заявил, что пока конкретного предложения не поступало. Но если появится, то Стокгольм готов его изучить. Сейчас все больше и больше стран на фоне того, что происходит у Украины, украинник говорят о том, что они, в общем-то, готовы это дело обсуждать. При каких условиях? Ну, для начала, наверное, нужен запрос самой Украины. То есть мы сами должны его артикулировать и сказать, что да, нам нужны войска. Войска НАТО в той или иной конфигурации. Тогда это будет происходить, проходить из разговоров к практической реализации. Меняется риторика союзников Киева и в отношении применения Украины западного вооружения по территории России. 15 мая 2024 года на пресс-конференции в Киеве госсекретарь США Энтони Блинкин заявил, что Украина сама должна принимать решение использовать или нет американское оружие для нанесения ударов по территории Федерации. Спустя два дня, как сообщает «Голос Америки», часть американских сенаторов заявила, что поддерживает применение Украины американского оружия для ударов по России. «Я поддерживаю использование Украины предоставленного американского оружия в соответствии с нашими взаимными интересами. Некоторые российские цели могут быть оправданы, а другие нет. Я бы рассматривал их выборочно, но в целом это должно быть самое агрессивное использование оружия, которое мы предоставляем». Ричард Блюменталь, сенатор США в комментарии украинской службе «Голос Америки». Украина уже получила от некоторых западных партнеров разрешение наносить удары их оружием по территории России, сообщила глава МИД Латвии Байба Браже. О снятии таких ограничений, как правило, публично не сообщали. Хотя министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон 3 мая 2024 заявил, что Киев вправе использовать британское оружие для ударов по территории страны-агрессора. В Великобритания призывает Германию предоставить Украине дальнобойные ракеты, в частности «Таурус», а также разрешить наносить ими удары по территории оккупированного Крыма. Об этом заявил министр обороны Великобритании Гранд Шапс. Он отметил, Британия была первой, кто разрешил Украине использовать предоставленное оружие для ударов по оккупированному Крыму. Затем, по его словам, другие страны последовали примеру Британии. Снять табу на украинские удары по территории России французским оружием призвал глава Комитета по иностранным делам парламента Франции Жан-Луи Бурланш. Письмо с соответствующей просьбой депутат направил французскому руководству, пишет Лефигаро. В нем политик просит отказаться от сдержанности и принять необходимое решение. Время, кажется, пришло. Право на самооборону исключает право на убежище на территории агрессора. Изменение доктрины будет полностью законным, ведь положит конец асимметрии между агрессором и жертвой. И речь не о том, чтобы мы вмешались в театр военных действий, а о том, чтобы снять неоправданное табу. Жан-Луи Бурланш. Глава Комитета по иностранным делам парламента Франции. Из публикации издания Лефигаро. Американские военные прибыли в Молдову для участия в учениях «Щит мира». 35 военнослужащих из состава гвардии Северной Каролины и ВВС США совместно с молдавскими военнослужащими будут отрабатывать тактики реагирования в условиях возникновения чрезвычайных ситуаций. Также в Молдову и США доставлена партия медицинского оборудования. Его передадут Министерству обороны страны. Вертолет, на борту которого находился президент Ирана, Ибрахим Раиси, потерпел крушение в горной местности. Связи ни с ним, ни с экипажем нет. Продолжается поисковая операция, осложненная туманом, осадками и плохой видимостью. Об этом пишут иранские СМИ. Как сообщается, политический лидер Ирана возвращался из Азербайджана, где у него прошли переговоры с президентом страны Ильхамом Алиевым. Предположительное место аварии – северо-запад Ирана, вблизи азербайджанской границы. На борту вертолета, кроме Раиси, находился министр иностранных дел Ирана, а также губернатор иранской провинции Восточный Азербайджан и несколько других сопровождающих. В комментариях агентству Reuters неназванные иранские чиновники сказали, велика вероятность того, что все они погибли. У парламента Грузии новая акция протеста против скандального закона об иноагентах. Протестующие скандировали лозунги о европейском выборе грузинского народа и о недопустимости введения в силу закона, который перечеркнет все усилия по интеграции Грузии с ЕС и поставит под угрозу гражданское общество страны. К собравшимся присоединились представители медицинской сферы и студенты. Обе группы протестующих провели отдельные марши. Власти, в свою очередь, стягивали к зданию парламента правоохранителей. На этот раз обошлось без столкновений. В Белом доме призвали парламент Грузии не преодолевать вето, которое президент страны Соломез Робишвили наложила на закон об иноагентах. Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Совета нацбезопасности Соединенных Штатов Эндриан Уотсон. По ее словам, в Белом доме приветствуют решение Зоробишвили по отстаиванию евроатлантического выбора народа Грузии. Напомню, накануне президент Грузии Соломез Робишвили наложила вето на аналог российского закона об иностранных агентах, который парламент Грузии принял в трех чтениях. Она изначально обещала это сделать, но ее решения недостаточно, чтобы не допустить вступления в силу закона. Далее решение снова должен принимать парламент. Благодаря вето, наложенному на грузинский закон об иноагентах, Грузия по-прежнему устремлена в Европу. Такое заявление сделал министр иностранных дел Литвы Габриэлис Лансбергис. По его словам, вето указывает на выход Грузии из политического шторма. Ударные беспилотники этой ночью атаковали российские объекты в Краснодарском крае. По сообщениям местных, взрывы раздались в районе нефтеперерабатывающего завода Славянска-на-Кубани. Следом там начался пожар. А уже утром в российских пабликах написали о том, что НПЗ приостановил работу. При этом официальные источники скрыли информацию о последствиях ночной атаки дронов. В апреле 2024 года Россия сократила экспорт нефтепродуктов по морю на более чем 14%. Заметно снизились поставки из портов Приморск, Услуга и Мурманск. Цены на бензин в федерации растут, а доходы от экспорта снижаются. Основными причинами эксперты называют удары беспилотников по российским НПЗ и санкции в отношении страны-агрессора. Подробнее в нашем материале. Атаки беспилотников по российской энергетической инфраструктуре вывели из строя 14% нефтеперерабатывающих мощностей Российской Федерации, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на оценку разведывательного управления Министерства обороны США. В результате цены на топливо на внутреннем российском рынке стремительно выросли. К середине марта бензин в России подорожал на 20-30%. Чтобы смягчить влияние этих ударов, Россия запретила экспорт бензина на 6 месяцев, начиная с марта. Начала импортировать нефтепродукты из Беларуси, планировала импортировать из Казахстана, а также предпочла транспортировать нефтепродукты российскими железными дорогами в противовес другим видам транспорта. Из отчета разведывательного управления Министерства обороны США. Как сообщает информационное агентство Reuters, ремонт НПЗ и топливная эмбарго сильно отразились на морском экспорте российской нефти. Так, в апреле 2024-го Россия сократила экспорт нефтепродуктов через свои морские порты более чем на 14% по суточному выражению к предыдущему месяцу. В России на сегодняшний момент где-то 32-33, ну грубо, 32 нефтеперерабатывающих завода. Треть из них было построено в последнее десятилетие. Это заводы современные, это заводы с достаточно глубокой переработкой нефти. У них уже начались определенные проблемы по объемам производства еще в декабре прошлого года. Вот эта ситуация с обстрелами украинскими дронами российских НПЗ привела к тому, что впервые за очень длительную историю, ну, Российская Федерация вынуждена на сегодняшний момент договариваться о закупке бензина по импорту. На сегодняшний момент идут переговоры о поставке в Российскую Федерацию 100 тысяч тонн казахского бензина. В апреле экспорт нефти и нефтепродуктов из России упал до уровня, который последний раз наблюдался в конце 2023 года. Это данные Международного энергетического агентства. В прошлом месяце Россия экспортировала чуть больше 7 миллионов баррелей в день, что почти на 6,5% меньше, чем в марте. Это также самый низкий уровень экспорта нефти из России за последние пять месяцев. Правда, более высокие цены на нефть частично компенсировали снижением экспорта. По подсчетам агентства, в апреле Москва заработала на экспорте нефти немногим больше 17 миллиардов долларов. На миллиард долларов меньше, чем в марте. На 25-30% увеличились на Российской Федерации цена на нефтепродукты, на заправках. Это очень здорово бьет по карманам простых россиян. На сегодняшний момент внутренними потребностями Российской Федерации собственное производство не закрывает. Они вынуждены на сегодняшний момент активно привлекать со стороны. При этом нужно понимать, что вот те объемы, которые сегодня контрактуются, они, естественно, по цене намного выше, чем внутренняя российская переработка. Не спасает ситуацию и экспорт газа. Российский монополист «Газпром» понес рекордный за четверть века убытки. Но Кремль собирается еще больше обложить налогами госкомпанию. Если в самом начале создания эта компания действительно была национальной и действительно наполняла государственный бюджет, то сейчас те доходы, которые могла бы получить экономика Российской Федерации, социальная сфера, те средства, которые могли бы получить граждане Российской Федерации, они реально оказались на порядке менее, чем вся вот эта прибыль, генерируемая за счет эксплуатации уже давно отработавших свой амортизационный ресурс трубопроводов советского времени. Турция помогает России обходить санкции и экспортирует российскую нефть в Евросоюз, маскируя ее под свою. Таким образом, Москва получает миллиардные доходы, пишет политика. С помощью Турции за год Россия заработала до трех миллиардов евро. А объясняется это просто. Несмотря на ограничения, существует разрешение на импорт ЕС смешанного топлива, если оно маркируется как нероссийское. Этой лазейкой и пользуется Россия. Один из крупнейших импортеров такой смешанной нефти – Греция. Президент Украины Владимир Зеленский и первая леди страны Елена Зеленская почтили память жертв советских политических репрессий. У мемориала Бековнянские могилы, который расположен в одноименном лесу под Киевом, а им возложили цветы. Сегодня в Бековнянском лесу мы вспоминаем всех жертв советских политических репрессий. И напоминаем, как важно выстоять в нашей битве сейчас. Выстоять против современной российской системы, которая является потомком того тоталитаризма. Вечная память всем жертвам советских репрессий. И наше почтение и благодарность всем, кто защищает жизнь. Владимир Зеленский, президент Украины. В Телеграм. Министр иностранных дел Латвии Бэй Байба Бражи пробежала свой первый полумарафон, чтобы помочь собрать средства на поддержку ВСУ. Об этом политик сообщила в социальных сетях. Бражи зарегистрировалась на дистанцию в 21 километр под номером 815. Именно столько дней Украина противостоит российской агрессии. В общей сложности рижский марафон собрал на потребности украинских вооруженных сил более 10 тысяч евро. Сбор еще открыт. Глава МИД Латвии призвала неравнодушных граждан делать пожертвования. Более 300 врачей и медсестер за последние два года приняли на работу только в одной из больниц Днепра. Все они до начала полномасштабной войны жили и работали в населенных пунктах, которые с 24 февраля 2022 года оказались в зоне боевых действий под обстрелом или в оккупации. Они увозили свои семьи подальше от войны, другие отказались работать на захватчиков. Как выезжали и устраивались на новом месте – история двух медсестер в нашем материале. Из оккупированного россиянами Бердянска троих детей Олеся решила вывозить в июле 2022 года. Тогда ее младшей дочери было 4 года, старшей – 12. Семья долго не решалась бросать свой дом, но в июне в больнице, где Олеся работала медсестрой, зарплату начали выдавать рублями. Персонал обязали получить российские паспорта, но решающим для женщины стало другое. Когда прилетела в Бердянский порт и к нам в больницу стали привозить раненых врагов, им надо было оказывать медицинскую помощь, а к ним в сочувствии не было. Невозможно было работать в таких условиях. Женщина собрала документы и самые необходимые на первое время вещи. Чтобы выехать на подконтрольную Украине территорию, перевозчику заплатила 8 тысяч гривен. Но даже за такие деньги дорога заняла 5 дней. Лето, жарко. Запасы еды закончились еще в первый день, потому что все испортилось. Воды у нас тоже не осталось. В полной антисанитарии. Вокруг столько людей и нет ни одной санитарной зоны. Ну, выехали на пятые сутки. Марина тоже медсестра. Из Бахмута с дочкой уехала в 20-х числах мая 2022 года. Три месяца морально готовились к этому. Окончательное решение приняли быстро. За одну ночь. Уже было очень гучно. За одну ночь, потому что уже было очень громко. У нас разбило балкон. И тогда поняла, что что-то надо делать. Потому что жизнь важнее, чем все то имущество, которое имеешь. Вывозили лишь личные вещи. Эвакуационные автобусы шли забитые. На человека разрешали брать одну сумку, вспоминает Марина. В Днепре, куда переехали, первым делом стало искать работу. В первой же больнице, куда обратилась медсестра с 20-летним опытом работы, ее приняли, как и Олесю. В Бердянске она работала в хирургии. Здесь стала медсестрой реанимационного зала. Говорит, ее близкие родственники пошли защищать Украину. Поэтому работа с ранеными для Олеси стала крайне важной. Я всегда удивлялась в каждого, кто заезжает. Я всматриваюсь в каждого, кто заезжает, не мой ли это знакомый. А если не было возможности узнать, потому что травмы лица так же частые, я смотрела в истории, с какого направления. Если человек говорит, спрашиваю всегда, с какого направления, где получили ранения. Это первый вопрос, который у меня возникал, чтобы узнать атмосферу на фронте. Олеся рассказывает, однажды в реанимацию попал парень, который не говорил, но смог написать, что он из Бердянска. Тогда медсестра разыскала его мать, сообщила о ранении сына. И та смогла выехать из оккупации, чтобы ухаживать за парнем. Всего с начала полномасштабного вторжения только в одной больнице Днепра приняли на работу более 300 медработников. И Олеся, и Марина после победы Украины и деоккупации, захваченных россиянами территорий, мечтают вернуться домой. Несмотря на то, что дом Марины полностью разрушен. А в доме Олеся поселились путинские захватчики. Чтобы оперативно узнавать главные новости, подпишитесь на телеграм-канал Freedom. На странице также доступны фрагменты актуальных интервью и видео важных событий. Найти канал поможет QR-код на ваших экранах. Ну а мы в этом выпуске ставим точку. Эфир Freedom продолжит мой коллега Валерий Клименко.